привет всем зрителям и подписчикам моего канала спасибо что смотрите и спасибо всем тем кто подписался на канал и участвуют в розыгрышах хочу сказать что совсем скоро на канале будет розыгрыш так как мы преодолели планку 35 тысяч подписчиков не всем могу ответить на сообщение так как очень много пришло сообщение об оценке стоимости монет друзья я рекомендую для оперативного ответа писать мне в instagram вот здесь вот . будет в описании аккаунта я выкладываю какие монеты редкие какие монеты стоят дорого списке монет и таблица монет которые стоит отложить а в этом выпуске друзья вы очень много спрашивали меня какие же монеты кроме монет украины ценные я для вас подготовил специальный выпуск с гостем это канал ken channel tv обязательно подписывайтесь на этот канал . будет в описании и вы сейчас узнаете какие же самые редкие и ценные монеты ссср возможно у кого-то остались на дачах у кого-то остались в копилках старинных так что если эта тема интересна продолжайте смотреть вы узнаете много всего интересного самые дорогие редкие и ценные монеты советского союза актуальная стоимость на монеты исключительно по годам выпуск подготовлен специально для канала фартовый коллекционер от кент channel tv всем привет с вами илья и сегодня мы рассмотрим самые интересные монеты ссср без подробностей в разновидностях а исключительно монеты по годам благодаря этому видео каждый с легкостью сможет понять какие монеты нужно искать и главное сколько они стоят давайте же начнем с мелких номиналов и пойдем дальше крупным впервые советская копейка появилась в 1924 году медная монета которая надолго стала символом того что копейка рубль бережет и это действительно было так среди этого номинала первое на что нужно обратить внимание это 1925 год довольно редкий тиражный год монета выпускалась ограниченным тиражом а точнее дошла до нас лишь малая часть этих копеек учитывая состояние как хорошие стоимость на такой экземпляр а для вашего удобства все цены я называю в долларах по курсу 75 рублей за 1 доллар и так цена на одну копейку 1925 года 104 доллара сша довольно ценно считается копейка 1935 года но именно с новым видом аверса где уже нет круговой надписи стоимость монеты 19 долларов теперь переходим к номиналу в две копейки опять же редкой монетой стала изготовленная в 1925 году и это неудивительно некоторые номиналы совсем не чеканились а наши две копейки имеет стоимость крайне приличную порядка 520 долларов более дорогая монета номиналом 2 копейки была выпущена в 1927 году на такие редкие экземпляры стоимость всегда равняется состоянию чем лучше монета тем дороже но хорошая верхняя планка на сегодня за эту монету друзья внимание составляет тысячу пятьсот шестьдесят долларов сша за одну маленькую советскую монетку а далее редких годов не было переходим к трем копейкам три копейки 1927 года не самая редкая монета но также считается ценной из-за состояния стоимость может быть вполне в районе 40 долларов в славный 1945 год как известно монеты чеканились не очень большими тиражами в состоянии 3 копейки этого года оценивается в 15 долларов а мы переходим крупной монете номиналом 5 копеек сразу же первый год чеканки 1924 если ваша монета имеет рельеф и состояние то минимум стоимость будет 15 долларов как вы уже заметили 1927 год довольно редкий и монеты этого года стоят хороших денег не исключение и пить так стоимость экземпляра в районе 180 долларов но а крупные разменные монеты гораздо больше привлекают внимание коллекционеров поэтому 1933 год стоимость монеты в районе двухсот тридцати долларов следующая монета 1934 года также ценная ее стоимость составляет 110 долларов а 1935 год переходный когда менялся аверс с надписью на обновленной без круговой надписи и на более крупные буквы ссср так вот именно старый аверс стоит дороже около 110 долларов а монета этого года с новым типом аверса недорогая ее стоимость около 25 долларов точно такая же ситуация с пятаком тридцать шестого года стоимость от 20 долларов но отмечу что пятаки тридцатых годов довольно не часты в состоянии в целом тридцатые годы для советских пяти копеек конечно очень интересны монета 1937 года также имеет стоимость от 20 долларов немного дешевле будет монета тридцать восемь года стоимость в районе 15 долларов и снова 1945 год довольно интересным для нумизматов пять копеек оцениваются в двадцать восемь долларов и выше затем начинается целая эпоха дорогих и ценных советских монет произойдет это после новой денежной реформы а точнее уже с 1965 года советские пять копеек этого года имеет стоимость в 50 долларов и выше такая же стоимость на 1966 год от 50 баксов друзья следующий год 1967 когда пошла в серию юбилейная красота на монетах но мы смотрим на обычную тиражную монетку цена которой от 20 долларов впрочем как и в пяти копеек 1968 года стоимость на монету от 20 долларов более дорогая монета уже 69 года пять копеек имеет стоимость вот 50 долларов одной из самых дорогих монет номиналом в пять копеек считается экземпляр 1970 года выпуска цена на эту монету от 110 долларов обращаем внимание и на ценные монеты 1971 года где стоимость от 50 долларов и точно такая же цена на 5 копеек 1972 года от 50 долларов и на этом линейка дорогих монет заканчивается а мы переходим к номиналу 10 копеек 1 гривенник чеканился в том числе и в серебре в 1921 году монета нечастая имеет стоимость под 40 долларов обратить внимание можно и на 1934 год стоимость 10 копеек от 10 долларов такая же ценная монета 37 года ее цена от 10 долларов но действительно интерес для нумизматов представляет экземпляра чеканиной в 1942 году 10 копеек этого года имеет стоимость в районе 190 долларов не менее ценная монета была и сорок четвертого года стоимость такой монеты от 75 долларов и затем мы переходим к волне шестидесятых 10 копеек также имели немало ценных экземпляров начинаем с 1965 стоимость монеты от 50 долларов 10 копеек 1966 год опять же от 50 баксов цена менее ценные монеты 67 года стоимость от 20 долларов и практически такая же цена на 10 копеек 68 года в среднем 25 долларов а мы переходим к экземпляру номиналом 15 копеек и 1921 год серебряная монета имеет стоимость в районе 40 долларов интересно нам монета была и выпущена в 1942 году ее стоимость на сегодня под 190 долларов и снова ценные монеты выпускались 1965 года 15 копеек стоило 50 долларов 1966 год и стоимость на монету опять же от 50 долларов 1967 за советские 15 копеек платят 15 20 долларов 68 монета стоимостью 20 долларов 69 15 копеек имеют стоимость от от 50 долларов 50 долларов а значительно интерес для нумизматов представляет монета 15 копеек 70-го года ведь ее стоимость 230 долларов монеты 71 года также ценные ведь стоимость 100 долларов 72 год 15 копеек цена от 100 долларов и вы не поверите но и 15 копеек 1973 года имеют цену в 100 долларов. Значительно дешевле стоит монета 1974 года, всего лишь 25 долларов. И 15 копеек 1975 года имеют цену в 25 долларов США. А мы переходим к крупному номиналу 20 копеек. Первый выпуск в 2021 году в серебре, имеет стоимость 40 долларов. Невероятно редкая, ценная и дорогая монета номиналом 20 копеек была от Чеканина в 1931 году. Речь про монету в серебре. Именно она стоит под 1950 долларов США. Найти такую монету – большая удача. Довольно нечастая монета 20 копеек 50 года, стоимость под 20 долларов. И самый большой ряд ценных монет, именно на 20 копеек, это с 1965 по 1976 год. Стоимость на эти монеты минимум от 20 долларов и доходит обычно до 50, включительно. Конечно, играет роль состояние экземпляра, поэтому перечислять их не вижу смысла. Скажу лишь, что самая дорогая монета из этого ряда была выпущена в 70-м году. 20 копеек имеет стоимость 100 долларов США. А говоря про крупные монеты номиналом в 50 копеек, надо сказать, что их найти уже сложнее. Все же это были довольно приятные деньги. Однако, все же отмечу серебряный полтинник 27-го года стоимостью под 25 долларов. 50 копеек – 1970 год, где стоимость на монету 95 долларов. А следующий год, 71-й, будет стоить от 85 долларов. Можно выделить и 1975 год, где 50 копеек стоит от 20 долларов. И в заключении, конечно же, рубли. Эти монеты выпускались и в серебре. 1921 год, от 50 долларов. Редкая и ценная монета 22-го года. Имеет стоимость от 250 долларов. 1 рубль 24-го года. Также серебро 900-й пробы. Стоимость от 25 долларов и выше. И надо сказать, что рубли, как и полтинники, нечастые монеты. Практически любой год, имеет стоимость от 15-20 долларов и выше. Но начинается это с 1966 года и до 1983 года включительно. Остальные рублевики имеют стоимость сильно ниже озвученной. Отдельно можно сказать, что в СССР несколько лет выпускался номинал полкопейки. Это монеты 25-го и 27-го года. Они не сильно-то представляют ценность, стоимость от 10 долларов. Но опять же, речь про обычное состояние. А дороже стоит экземпляр 1928 года. Цена под 35 долларов. И как вы, наверное, знаете, советское государство чеканило инвестиционную монету из золота под названием Червонец-Сейтель. Для обращения впервые были изготовлены экземпляры в 1923 году. Его стоимость в районе 2500 долларов США. Как инвестиционные монеты стали делать уже с 1975 по 1982 год. Стоимость этих монет начинается от 500 долларов. А цена зависит в целом от курса золота. Подводя итог, мы рассмотрели лишь ценные монеты по годам. К этим монетам можно добавить большое количество редких разновидностей и браков. Все это зачастую имеет даже большую стоимость, чем за обычную монету редкого года. Но это уже, друзья, изучаем отдельно и серьезно. В том числе на моем канале Kent Channel TV. Где я буду рад увидеть новых зрителей. Не забываем изучать монеты полезно и выгодно. А еще крайне важно оценить это видео лайком. И подписаться на канал моего товарища и коллеги. А на этом у меня все. Всем удачи и всем пока. Спасибо, что посмотрели это видео целиком. Всем огромный привет. И скоро сделаем розыгрыш. Пока, друзья. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok